Юрий Юрьевич, пожалуйста, Ваш минута. Вопрос обороны слишком серьезный, чтобы врать и заниматься шапкозакидательством. Значит, на одном из совещаний спросили, а что там случилось в Сирии? Действительно, наши ребята погибли? Один депутат говорит, у нас пять гробов в регионе, другой депутат говорит, у нас четыре гроба и так далее. Никаких частных военных компаний быть не должно. Это стыд и позор. Это наши мальчишки. Мы должны выразить соболезнования женам и матерям. Государство должно полностью нести ответственность за каждого военнослужащего постного, куда бы то ни было, для выполнения тех или иных задач. Это первое. Второе. Очень много злорадства сегодня в интернете после, так называемого, послания конкурента нашего кандидата, нынешнего президента. Он бы должен был быть сейчас здесь. Он предпочел тепличные условия. И вот эти вот «Союзмультфильм» нас не защитит. Никакого шапкозакидательства быть не должно. Спасибо. Спасибо. Владимир Вольфович, пожалуйста, ваше мнение. Я вынужден еще раз констатировать, что это, конечно, не дебаты в том плане, что нету кандидатов. Прекрасные люди, доверенные лица, ничего не имею против. Благодарность за это. Вот это очень интересно. Бабурин на меня клевещет через 30 лет. Продолжим чуть позже. Это очень интересно. Продолжим чуть позже. Это же чудовищно. Мы с нас свободили. Александр Ильич, пожалуйста, ваше мнение. А мне это благодарность и клевета его. Секундочку, Владимир Вольфович. Да, мне сейчас спасибо. Я представляю кандидата Ксению Собчак. Она в представлениях не нуждается, поэтому не буду тратить на это время. Мне звонил перед эфиром за 10 минут Владимир Владимирович Путина. Сказал, что обязательно принял бы участие в этой полемике, если бы студия была более комфортной и большей. Я попросил со своей стороны дать указание Минфину Российской Федерации выделить дополнительное финансирование ВГТРК на первоустройство этой студии. Если все состоится еще до 18 марта, возможно, президент Российской Федерации мы здесь увидим. Теперь к теме дебатов. Вооруженные силы – это основа основ любой жизнеспособной государственности, тем более такого крупного государства, как Российская Федерация. И те реформы, которые проходили в Российских вооруженных силах в 2008-2013 годах, в них было немало рациональное зерно. Хотя потом была предпринята попытка свертывания этих реформ. Я не идеализирую их нисколько. У вас же действительно, как было сказано, что государство брало на себя ответственность за вооруженные силы и за те задачи, которые они выполняют. Практика их там нетов. Должна прекратиться, но главное – прекратить состояние войны. Фактически анонсированные вчера, объявленные во время послания Федеральному собранию Владимиром Путином. Поэтому первым актом нового президента должен стать декрет о мире. Как это было 26 октября 2017 года. Вас дают страну. Спасибо. Юрий Юрьевич, ваши 2 минуты 10 секунд. Уважаемые товарищи, избирательная кампания, предвыборный период, есть культура дебатов. Она предполагает, уж простите, что ни одному слову просто так верить нельзя. Мы здесь по минутке, по две отцеживаем там целыми часами. Наш конкурент, нынешний глава государства, рассказывает, уж простите, о самой заборонке, с хорошим техническим образованием. Ну уж простите, сказки. Уже анекдот по сети пошел. Что там Ньютон и Эйнштейн переворачиваются в гробу, когда слышат то, что вчера рассказывал наш президент. К сожалению. Это беда, это позор. Позор, что мы... Почему такой жанр? Потому что ему некому оппонировать. Никто не может там, на этом, якобы, послании, сдвинутом за две недели до выборов, задать квалифицированный вопрос, на кого он не сможет. Сейчас вы можете оппонировать как раз. Я прошу прощения. Не перебивайте. На который он не сможет ответить, к сожалению. Значит, времени мало. В нашей команде, генерал Ивашов, в нашей команде генерал Соболев, посмотрите в сети ролики генерала-лейтенанта Соболева, руководителя организации поддержки армии, оборонной промышленности, военной науки. И он подробно раскладывает, до чего опустили армию. И какие бравурные рапорты о вооружении. Армата уже на двух парадах поездила. Она войсковые испытания не прошла до сих пор. Почему так получается, что все, про что мы знаем, из рук вон. И тут такие победные реляции, 40 или более минут, рассказ о чудесах. Инженеры, конструкторы, конечно, работают, но тех чудес, которых нам рассказали, быть не может. Это любой специалист знает. Шапка закидательства в обороне неуместна. Значит, в нашей команде полковник Квачков, разжалованный, к сожалению, подполковник Барабаш. Это оба узники режима. Значит, нормальная избирательная кампания должна быть такая, чтобы специалисты имели возможность предъявить счет действующему президенту, в том числе по развалу армии. Помните Мюнхенскую речь? Замечательно было, не хуже, чем вчера послание президента. А через неделю что было? Назначение Сюрдюкова, разрушившего основу армии. Спасибо большое. Спасибо большое. Конечно, здесь очень много оценок, может быть, тому, что и вчера прозвучало. Хорошо, не комментируйте. Вы не адаптат президента. Пусть придется сам комментирует. Я выступаю здесь как ведущий. Пожалуйста. Я могу тоже здесь слово свое сказать. Ведущий ничего не имеет права. Здесь действительно много комментариев. Вы не адаптат, пожалуйста. Владимир Вольфович, пожалуйста, ваши 2 минуты 10 секунд. Значит, нашей армии тысячу лет. Когда мы празднуем 100 лет, это издевательство. Я верю всему, что сказал Путин про наши новейшие ракеты. Я дал название «Крушение». Вот та самая страшная ракета. Я требую назвать ее моим названием «Крушение». А теперь Белковский. Мы принимаем закон, по которому кандидат, не прошедший в воинскую службу, никогда не будет... Спасибо, Владимир Вольфович, что передали слово. Станиславу Александровичу, пожалуйста, ваши 2 минуты 10 секунд. Я не проходил воинскую службу, поскольку мой кандидат не проходил воинскую службу. И мне было бы неудобно быть доверенным лицом кандидата, если я проходил. Конечно. Я вообще считаю, что управлять страной должны женщины. Россия для этого созрела. Управление – это женский талант, безусловно. Мужчина хорошо реализует себя в 4-х ипостасях. Ученый, художник, воин и святой. Но управлять страной должны женщины, и тем более должны управлять военной реформой женщины. На кухне управлять. Борщ варить. Ну, политическая кухня. Ну, и что она будет делать? Давайте оставим в стране сексизм, а то не модно. Ну, война же идет. Станислав, война идет в мире, вы предлагаете женщин. Да, конечно. Главе русской армии, прикольный главнокомандующий, да, армия разбежится. Понимаете? Она рупнет. Господа, товарищи, давайте все-таки дадим возможность Станиславу Александровичу закончить. Он представляет, так сказать, сам себя, скорее всего. Великий политолог. Владимир Вольфович, давайте потом... Это очень почетный из уст Жириновского такой случай. Врагу России номер один, можно дать мне сказать? Работает на самой клеветнической радиокомпании «Эхо Москвы» и «Дождь». Вот запомните, «Дождь» эхо Москвы... Владимир Вольфович, мы все прекрасно знаем, что... Максим, будут арестованы первые же дни. Вы понимаете, что я... Платил Жириновскому за это, но с такой рекламой... Давайте, Владимир Вольфович, давайте. Для того, чтобы формулировать концепцию реформирования дальнейшего вооруженных сил, надо понять, какие основные вызовы стоят перед Россией, какие угрозы. Основные угрозы – это терроризм в самых разных появлениях, в первую очередь исландский радикальный экстремизм, и Китай. Евроатлантический мир не является существенной угрозой для России, поскольку цена человеческой жизни в Европе и Америке очень высока, в России никто воевать не собирается. Я хотел бы также напомнить, что Соединенные Штаты Америки собрали большую роль в том, что ядерное оружие Советского Союза все оказалось на территории России, Россия стала полностью единственной правоприемницей Советского Союза, и унаследовала в том числе Крестского постоянного члена Совета Безопасности ООН. О этом не стоило бы забывать. Не поэтому. В России есть ядерное оружие. Оно было и в других республиках бывшего Советского Союза, а в том, что вы спорите в СОЭК, а не со мной. Еще 4 минуты, 4 секунды. Поэтому нужно сбойтись к условно-частной военной кампании, а наемничество, напоминаете, является уголовным преступлением. Будет еще... Юрий Юрьевич, если... Позвольте, опять же, цитат. Пункт 17-й, как раз предвыборной программы Грудинина. Гарантировать обороноспособность и безопасность страны, высокий научно-технический уровень оборонной промышленности, существенно повысить боеготовность вооруженных сил, престиж военной службы и правоохранительных органов. Расскажите, пожалуйста, как вот, какими шагами, какими методами... И как в так называемом послании президента можно вбрасывать, только если вы ликвидируете Российскую Академию Наук прямо по рецептам Американской Организации по международному образованию. Я об этом подробно писал. В последний момент слово «ликвидировать» заменили на «реформировать», да, «реорганизовать». Но суть-то не изменилась. Над учеными поставили финансистов, менеджеров, специалистов по недвижимости. Они не академиками управляют, а управляют научными институтами, дают им задания. В современном мире обороноспособность прежде всего зависит от науки. Теперь об армии. Вы хоть трижды отмените призыв, но если довели народ до нищеты 20 миллионов человек за чертой бедности, то люди сами добровольно с песнями пойдут записываться вот в эти сами ЧВК, складывать головы зачиты нефтеперерабатывающей заводики. Это категорически недопустимо. Донбасс, Луганщина. Сколько наших мальчишек там воевало? Добровольцы. Но не могло быть этого без санкций высшей государственной власти. Дальше. Обороноспособность зависит прежде всего, конечно, от экономики. Значит, в рамках навязанных нам, нашим противникам стратегическим стандартов, нам не поднять экономику. У нас четко ясная позиция. Прежде всего, разворот на экономическое развитие. Разрыв СВТО, признание антиконституционным присоединением. Взятие банковской финансовой системы Центрального банка под полный контроль, разворачивая на обслуживание реального сектора экономики. Банковская система не извлекатель прибыли, а обслуживание реального производства. Центральный банк – нормальный орган госвластий, ввисная система разделения властей. Национализация всего системообразующего, природно-ресурсового комплекса, в обеспечении развития реального сектора экономики. Спасибо, Юрий Юрьевич. Чувствую, сейчас Владимир Вольфович вам возразит по поводу ЧВК, который, если я не ошибаюсь, все-таки присутствует практически в каждой европейской стране, в Соединенных Штатах тоже. Владимир Вольфович, пожалуйста, ваши две минуты. Я хотел бы, чтобы мы никогда бы не раскрывали все секреты перед всем миром. Армия, госбезопасность – это никто ничего не должен знать. В Америке десятки структур и огромный бюджет, и мы ничего не знаем. Спасибо. И занимаемся экономикой, я согласен. Война ЧВК как один из факторов кибервойны. Да, способ. Я ничего не получила. То есть не кибервойна, а гибридная война. Согласен. Но это же… Станислав Александрович, если позвольте, опять же, короткая реплика, касающаяся программы. Вот неоднократно в выступлениях Ксении Анатольевны мы слышали о том, что, ну, во-первых, нужно устранить военные конфликты, да, а во-вторых, есть одна угроза – это террористическая. Да, в плане противостояния как раз вот этой угрозе, что необходимо в армии изменить, каким образом модернизировать, я не знаю, там, реформировать? Я с самого начала говорил, возможно, мои слова были неправильно интерпретированы, что нам нужна сильная армия, и она должна быть еще сильнее. Сейчас численность армии – миллион девятьсот тысяч человек, да, из которых миллион – это военнослужащие. Эта численность представляется мне близкой к оптимальной. Я говорю лишь о том, чтобы правильно сформулировать систему вызовов и угроз, которые стоят перед Россией. И эта система вызовов и угроз не в евроатлантический мир, а в первую очередь действительно терроризм. И серой зоны на карте страны, например, Корейская народодемократическая республика, которая почему-то стала нашим союзником, хотя, может быть, она об этом и не знает. Да, и, на мой взгляд, гораздо больше угрозы, чем Евросоюз. Потому что поведение пхеньяна не предсказуем. Они же не против нас, они против Америки. Наш союз не хотел бы поедать. Они будут против того, кого решат в нужную секунду. Это совершенно непрозрачный, никем не управляемый по мотивации режим. А кто его создал? Сегодня шантажирует. Разве корейцы создали? Мы северные создали, американцы южные. А что теперь на корейцах отыгрываться? Два режима создали Советский Союз и США. А теперь корейцы виноваты. А отыгрываться на корейцах не надо. У нас задача оборонительная, а не наступательная. Вот я в этом плане нельзя обижать их. Обижать корейцев никто. Дай бог у них сейчас переговоры. Нужны силы сдерживания. И соответственно армия должна реформироваться именно как силы сдерживания. Потом действительно, как правильно сказал Юрий Юрьевич, надо уйти от фантомов, которые вчера в виде мультсериала демонстрировал Владимир Владимирович. Да, Путин. Какие-то крылатые ракеты с ядерными двигателями. Вы там все были, вся рита страны, а вы говорите, что нам показывали мультики. Ну зачем так делать? Поезжайте в Министерство обороны, вас повезут на эти объекты, на эти заводы, вам покажут. Как, вы что-то сказали, что там тотальная секретность. Так правильно это вы... Ну вы там были, Владимир Владимирович? Ну конечно был. Как не могло, я бы кутерек в байке в пекло. Ну что? Американцы уже дрожат. Там скоро будут кончать жизнь самоубийством. Выбрасывай закон. Пишут в газетах, действительно. Пишут в газетах. Верный в обороны Форест Олл выкинулся, выброс из окна. Русские идут. Владимир Владимирович. Владимир Владимирович. Давайте беззадим, обязательно это отследим. Обязательно составим въезд на американских самоубийц, и прижимом венок непосредственно от партии гражданской инициативы. Но самое главное, это избежать философии войны. Как сказал Осип Мандельштам, измученный безумством Мельпомены, я в этой жизни жажду только мира. Я говорю, что все русские семьи хотят мира, а не войны. Хочется, чтобы философия войны вообще исчезла из международного поля. Самое страшное погибать. Товарищ Максим, пожалуйста, ваши две минуты. А без войны как можно не погибать? Господа, господа. Дорогие избиратели. Пожалуйста. Мы должны помнить нашу историю и не верить в вранью. Давайте вспомним. Историческая память даже у тех, кто были молодые в Советском Союзе. Как со всех трибун лилась эта пурга о том, что мир, дружба, жвачка. Система безопасности, заложенная тогда Сталином прежде всего и Советским Союзом, существует до сих пор, но она трещит по швам. Поэтому мы должны вернуться к новой социалистической формации, вернуть все украденное, и у нас будут ресурсы. И на сильную армию, и на здоровое общество, на бесплатную медицину, на бесплатные квартиры. Голосуйте за коммуниста Сурайкина, Максим. Спасибо. Последний коммунист России. Ваши милиции. Вчера, выступая, Владимир Путин объявил широкомасштабную гонку вооружений. Вот что вчера произошло. Широкомасштабная гонка вооружений, объявленная вчера в выступлении Путина, является абсолютным направлением для перечеркивания всей экономической программы, тоже сформулированной вчера же, и является абсолютно путем к разрухе, бедности, нищете и слабости нашей армии. Значит, это очень серьезное событие вчера произошло. Оно произошло в виде шоу, потому что, видимо, у Путина нет программы, и надо было отвлечь всех вот этими мультфильмами и этими показами, потому что экономике было посвящено 13 минут, здравоохранению 5 минут, а вопросам ракет и мультфильмов 40 минут. Это означает, что мы вступаем в такой период развития, если это будет все реализовано, который приведет нашу страну к той же опасности, которая привела в свое время Советский Союз просто к развалу. Это является важной угрозой. Надо понимать, сначала надо создать мощную экономику, а уже потом рассуждать о том, что такое сверхдержава и как мы должны это сделать. Сегодняшнего ядерного потенциала нам достаточно для того, чтобы создать эту мощную экономику. Спасибо. Вот здесь хотелось бы как раз сказать о том, что очень хотелось бы, чтобы вообще военная риторика не звучала вообще ниоткуда, и чтобы не приходилось вот так отвечать. Спасибо большое. У нас сейчас остается совсем немного времени для заключительного слова. Я напоминаю, у каждого из вас есть одна минута. Юрий Юрьевич, пожалуйста, ваша минута. Конечно, нужно возвращаться к 300-летней самоуправляемой Российской Академии Наук, к надлежащим инвестициям в науку, управляемыми специалистами, воссоздавать военно-промышленный комплекс, который может базироваться только на мощной промышленности в целом. Если в США 20% мировых расходов на оборону, а у нас только 4, речь может исключительно о народной армии. Сегодня армия не способна противостоять, но должна стать способна противостоять, в том числе и НАТО. И последнее. Народная армия. Тут коммерция неуместна. Это как семья. Один за всех, все за одного. Да, наш кандидат не служил в армии, он закончил военную кафедру, но у него были другие бои. Единственное хозяйство вокруг кольцевой дороги, которое он не дал вместе с командой своей, не дал разрушить, сохранил. И все сотрудники получили больше, чем если бы схватили свой, и его продали бы. Значит, он продемонстрировал, что может создать коллектив и двинуть на решение задач. В совхозе сможет и в стране. Короткий уточняющий вопрос. Если возможно, да, нет. Чтобы уточнить. Если возможно, да, нет. Вот так. Ответ. По поводу как раз российской армии. Она не сможет противостоять странам НАТО. Она должна стать способной. К счастью, ядерное оружие нас защищает сегодня. Но завтра должна стать способной по обычным вооружениям. Владимир Вольфович, пожалуйста, Ваше милое. Я обращаюсь ко всем, кто в погонах. Солдаты, офицеры, адмиралы, сотрудники ФСБ, полиции. Поддержите меня. Меня, только я уважаю нашу армию. Здесь стоит половина, они служили вообще. Капитулянскую линию. И надо говорить, что мы не должны воевать. Врачам нужны больные, следователям преступники. Армии нужна война. Маленькая в чужой стране. И не надо морочить головы. Нам нужен мир, мир, мир. Мир будет в чужих тюрмах у вас. Поэтому пусть армия воюет. Пусть все решает Генштаб и президент. И всем, всем больше пенсии, жалования с квартиры. Спасибо. Почет и уважение. Спасибо. К сожалению, не доживем до того времени, когда армии будут не нужны. Станислав Александрович, пожалуйста, ваша минута. В Сирии нет российских национальных интересов, поэтому надо вывести оттуда войска. Нужно признать всех погибших. Признать государственную ответственность за погибших и в Сирии, и на Украине, как погибших, как российских военнослужащих. Я уверен, что все российские семьи хотят мира, а не гробов. И нужно голосовать за кандидатов президента, который предлагает мир. При сохранении и развитии сильной армии, как гаранта безопасности и территориальной целостности России. Потому что именно война погубит Россию, а не мир. И надо голосовать за будущее, а не за прошлое. Надо голосовать за человека, который будет президентом так или иначе. Никогда не будет. За Ксению Собчак. Спасибо. Еще 25 секунд. Не надо ему. Врачичную и заверить нельзя. Врачичную и заверить нельзя. Там все белье будет грязно. Я еще раз говорю, товарищи все зрители, врач может быть опытным, никогда не быть полным. Владимир Вольфович, это все-таки не ваше время сейчас. Хорошо. Не умы достигать результатов без альтических действий. Спасибо. Спасибо. Владимир Вольфович, у нас очень мало времени. У нас очень мало времени. Товарищ Максим, ваша минута. Заключительное слово. Дорогие избиратели, дорогие товарищи. Вот тысячелетиями наш народ выработал очень простые мудрости, которые опровергают всю эту болтовню. Хочешь мира, готовься к войне. И мы видели, что вся история второй половины 20 века показала, что благодаря мощи Советского Союза, экономической мощи, благодаря мощи Советской Армии, началась война по всему миру. Все запылало. И только советская власть и социалист нас вернет в счастливой жизни. Голосуйте за Максима Сурайкина. Единственная коммуникация. Пожалуйста, ваша минута. А вы должны быть защищены и на службе, и на пенсии. Григорий Алексеевич. Ракетчик станет сильнопасным. Отличие красной перспективы. А вы можете стать? Летчик станет... Простите, пожалуйста, сейчас не ваше время. Пожалуйста. Дай лошадей. Григорий Алексеевич. Армии предлагайте заниматься тем, чем... Владимир Вольфович, у нас очень мало времени. Прошу вас. Надо уважать работников сельского хозяйства. Это отдельно уважать. Господа, 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 давайте уважать еще и кандидатов. Да. Дорогие друзья, я хочу сказать вам, сегодня у президента нет программы. Она жизненно необходима нашей стране. Мы ее обязательно с вами реализуем. Лучше раньше. Спасибо. Уважаемые господа, товарищи, спасибо за то, что пришли к нам в студию. Это были дебаты на канале Россия 24. Увидимся в следующий рабочий день. Будет в понедельник, как всегда, в прямом эфире. Дебаты.